Всем привет, друзья! С вами снова Александр. И сегодня я вам хочу рассказать о нашумевшем кресле от компании Evenflo. Модель называется SafeMax. Это кресло у нас категории 0.1.2.3, то бишь оно включает в себя все возможные группы с рождения до 12 лет. А это кресло еще и вдобавок ко всему умеет перевозить детей весом до 49 кг. Это уникальное предложение. Второго такого на рынке я не знаю. Может вы знаете, напишите в комментарии. К сожалению, я не нашел такого. И, кстати, не забудьте подписаться на канал, а то смотреть люди смотрят, а подписываться забывают. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь. Так, ладно, что касается кресла. Кресло Evenflo SafeMax. Это, насколько я знаю, первое кресло у них, которое проверялось и на переворот автомобиля тоже. И, кстати, они заявляют, что они в два раза превысили уровень европейского стандарта по безопасности. Не знаю, как они это замеряли. Ну, по крайней мере, так вот проскакивает такая информация. Но в любом случае, это значит, что креслу можно доверять ребенку. Оно безопасное, интересное. А что касается посадки, наверное, на одной из эталонных среди себе подобных универсальных кресел. Оно просторное, широкое, мягкое, как плюшевый диван. В дальних поездках это вообще, наверное, крутая вещь. Я даже сам начинаю подумывать с кармейта японского пересесть младшему сюда. Кстати, для комфорта младшего ребенка здесь у нас все-все грамотно продумано. Есть вот такие мягкие вкладыши со стороны головы. Тоже есть вот такие вот вкладыши мягкие. Они действительно хорошие, плотненькие такие. Они нужны у нас где-то до года перемещения ребенка. Потом можно их, в принципе, достать. Если как бы не мешают, чтобы было мягче, можно дальше ездить. Если попали, например, в летний период, в теплое время года, то можно их и не снимать, так как другой одежды и не будет. Но хочу напомнить, верхняя одежда в автомобиле лишняя. Это ухудшает безопасность, а иногда ее вообще нивелирует. Поэтому без курток возим детей. Без комбинезона, без курток. Я понимаю, это напряжно, но так это работает. Собственно, ладно, давайте к креслу перейдем. Что у нас здесь есть? У нас здесь с вами есть очень прикольные два подстаканника. В моей семье, с моими детьми, особенно с старшей дочкой, это очень важный момент. Она очень много пьет воды. Вот. В отличие от DLX модели, здесь поменяли подголовник. Насколько я понял, его усилили. Вот. И здесь всегда платином серии используются материалы. Очень хорошие ткани, дышащие, гипоаллергены. Очень мягкие и, на самом деле, очень износостойкие. Через 2-3 года при интенсивной эксплуатации, оно как новое. Не теряет товарный вид вообще, в принципе. В общем, ладно. Давайте технические моменты разберем. Это кресло можно устанавливать и ремнем, крепить, и изофиксом. Вот. Поэтому я вам сейчас покажу, как это делается на изофикс. Потому что ремнем здесь делается все элементарно. Где находятся у нас вот эти вот ремни с изофиксом, в эти места просовываем обычный ремень и просто защелкиваем. Тут как бы все просто. Смотрите. Есть нюанс при прикреплении вот эти вот ремешочки. У нас здесь есть отверстие, откуда выходит этот ремень. И здесь есть отверстие. Нам нужно вот эту часть засунуть вот сюда. Хорошо так подальше засунуть его. И с этой стороны засунуть руку. И с этой стороны у нас получается высовываем его и делаем то же самое с обратной стороны. Так, собственно, высунули. Теперь у нас изофикс оказался с нужной стороны. Разворачиваем кресло. Кладем его в первое положение. Здесь на базе отмечено 1, 2, 3. Цифра 1 это для положения против хода для новорожденного. А 2, 3 уже для движения по ходу. Собственно. Так. Застегиваем изофикс. Смотрите. Здесь на ремне есть кнопка. И возможно затянуть весь этот изофикс, когда мы его пристегнем. Собственно, все. Натягиваем. Все. Можно эксплуатировать. Если вам так будет спокойнее, вы можете еще и взрослым автомобильным ремнем там же прокинуть ремень и защелкнуть. Здесь под обивкой он проходит. Защелкиваете. Но это особо сильная ситуация не спасет, потому что вот это так крепится. Якорный ремень используется только при движении, по ходу движения. Против хода движения якорный ремень здесь не устанавливается. Он короткий. Он не достает. Если седа, может быть, за подголовник как-нибудь зацепите. Но вряд ли. Поэтому здесь без якорного ремня против хода. Вот, собственно, сейчас наклон вам покажу. Вот, смотрите. Это, в принципе, наклон против хода движения для маленького ребенка. Все. Отстегиваем. Чтобы отстегнуть, вот здесь у нас вот чужок. Дергаем за веревочку. И все. Далее. Откатали. Где-то до полтора лет даже можно спокойно здесь, в этом кресле, в таком положении отъездить. Ну и в 9 месяцев можно пересесть, если захотите вдруг. Вот. Потом разворачиваем. Нужно сделать в обратном порядке вот эту процедуру. Перекидываем ремень на ту сторону. Вот, собственно, вытащили. Здесь делаем абсолютно то же самое. Под обивочкой. Все. Так же защелкиваем. Так же натягиваем ремешочек на изофиксе и эксплуатируем. В этом положении у нас уже остается только два варианта наклона. Это циферка 2 и 3. Вот сейчас сидячая. Вот сейчас горизонтальная. Сейчас покажу. Вот если вот так отодвинуть, изофикс натянуть, вот максимальный наклон. Вот, собственно, смотрите. Вот это вот наклон у нас для движения по ходу. Ну, этого достаточно, чтобы ребенок не клевал головой, когда спит. И нормальное было положение отдыха. Короче, в дальних поездках это, наверное, эталонное кресло среди универсальных. Я могу как бы смело это заявить, потому что есть товарищи, кто уже эксплуатирует. Довольны просто капец этим креслом. Вот, поэтому на дальние поездки один из лучших вариантов среди универсальных кресел. Это я могу гарантировать точно. Вот. Что касается безопасности, я уже говорил. Здесь все очень хорошо. Ткани здесь у нас тоже одни из лучших. Посадка одна из лучших. Два подстаканника. Куча места. В общем, все здорово. Вот. А по креплению ребенка, естественно, пятиточные ремни. И еще особенность на пятиточных ремнях. Есть специальный фиксатор, который нам нужно зафиксировать на груди ребенка. Потому что это же кресло у нас безопасное. Проверялось на переворот. И эта штука работает как раз таки для этого. При положении ребенка, скажем так, вверх ногами, этот фиксатор фиксирует его, чтобы он из ремней не выскочил. Поэтому этой штукой не пренебрегайте. Пользуйтесь обязательно. Когда ребенок вырастет, у нас уже в ход идет обычный взрослый ремень. Здесь все классическая ситуация. В направляющем специально проводим ремень. Вот. Здесь защелкиваем. Все. Можно эксплуатировать. Не забываем еще якорный ремень установить, когда мы едем по ходу движения. Вот. Все. Он у нас сейчас уже задействован в любой автомобиле. Он дотянется в джипе, там, на спинке, в седане, за подголовником. В этом плане все хорошо. Вот. Что касается, кстати, еще мягкости. Вот хочу на этом акцентировать внимание. Мне чем нравится это кресло? Оно очень мягкое. Даже когда я вытащил вот эти вкладыши дополнительные, оно осталось мягким. Поэтому я сам задумываюсь, маршусь, такое кресло пересадить. Потому что, ну, комфорт прям отличный. Вот. Ну и, собственно, про безопасность. Про это я все уже вам сказал. Действительно, очень интересный вариант. И я могу его смело вам рекомендовать. Вот. А добавить мне в обзоре уже больше нечего. Потому что все сказано, все рассказано. Мне лично, вот, моя оценка стоит брать. Потому что уникальное предложение на рынке. Просторное, безопасное, удобное. Единственный минус. Вот этот вот момент. Он немножечко шумит на дороге. Поэтому здесь просто подсовываем что-нибудь. Тряпочку маленькую, кусочки изоленты. Это все. Три секунды на самом деле делается. Подсунули и тишина. Вот этот момент. Слушайте, да? Он при движении немножечко побрякивает. Хочу просто отметить, это не важный момент. Но кого-то это иногда напрягает. Поэтому я из тех, кого это напрягает. И это все легко решается. Раз зафиксировали и в тишине все будет ехать. Соответственно. Все. Добавить мне больше нечего. Выбор, как всегда, за вами. Я лично рекомендую его обязательно рассмотреть. При выборе универсальных кресел. Это прям вообще топчик. Вот. Выбор, естественно, за вами. И большое спасибо, кстати, миру автокресла за предоставленное кресло на обзор. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора кресла для вашего ребенка. И всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин